Если с производством все было понятно, то осталось вопрос, как эти рога правильно сбывать? Майни, вновь с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на видео с канала Модичат, называется оно Как я спас сервер и заработал на этом, давайте же посмотрим Майнкрафт, Майнширт, узнайте Самый прибыльный в игре, жители, может педлены, а может... Судя по картинке на превьюшке, это козель На самом деле, в жители Да, неплохие варианты Но, не наш случай, ведь в нашем случае это Да, козлы, долгая история Признаемся честно, никого козлов никогда дела не было Они где-то там ходили, бодались, ну и фиг с ними Но, все изменилось с выходом от 19 В котором, среди кучи обновлений, задалось одно самое важное Рога Майнширт 3 Прикольно сделано Глава первая, проблема На моде, рога ведь никому не нужны, тебе это не принесет алмазов Сказал бы тот в комментариях, и был бы неправ Задумайтесь, а для чего вообще Маджанк добавили рога? Чтобы звать с помощью них мобов? Нет, этот не работает Чтобы быть крутым А для жителей тоже нет Получается, что единственное, у кого действует рога, это другие драки И вот тут, можно сделать вывод Рог, это буквально, в первом игроке, оружие троллинга Вы только представьте ситуацию, где у всех ваши соседей с рога, а у вас вдруг нету ворога Это чисто типичные мои соседи, опять И в таком случае ничего не остается, кроме как пойти ко мне в магазин И тоже купить рог Ну или два А можно и все В общем, это и был мой бизнес-план Но была маленькая проблема Дело в том, что дослов на сервере не было Что? А-а-а Моди, 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 мне срочно нужны друзья Капец, забублил меня, я испугался Я думал, мы друзья Нет, ну да, но мне нужно больше друзей Ну, ты можешь найти их приложение RUN Ой, хорошо Автор покушает, автор покушает Сначала она заскамил получается, потом кушать пошел Ну, правильно, правильно, так надо К нашему барану Козла Напомню, в этом сезоне мы решили включить барьер Так вышло, что в первые 10 минут барьер был настроен немного неправильно И по этой причине все мобы, что были дальше 500 блоков, просто-напросто вымерли Я вообще сейчас бегаю, я знаешь, почему бегал? Я искал коров, ни одной коровы, никого вообще И это не шутки Из-за этого инцидента мы остались без лиз, без кроликов, без гребных коров И самое главное, без козлов Всю ситуацию также сугублял тот фарт, что козлы могут спавниться только в трех биомах И маленький тусочек лишь одного из них был вот тут И это все, всю нашу карту И, конечно же, козлов там не было Но унывать было рано Ну время ждать А, возможно, просто кто-то взял и угнал их к себе Так что я решил опросить примерно всех Нет, не было козлов здесь вообще нет Козлов? Нет У нас не было козлов Нет, сэкби нету Сэкби нету Моди, зачем тебе козлы? Нет, я не видел козлов Нет, вообще нет А, козлов, а, козлов ноль видели Мы не видели козлов Ответ был один тот же Пока я не встретил баба Да, я видел на горе там Где? И, что бы вы думали Серьезно? Я висер раз-два И потом мне баб написал, что он ошибся Козлов действительно не было Забублил Извините, в нашей истории есть момент Когда у главного героя А, это единственное, оружие троллинга это рок Не, оружие троллинга это баб Все плохо Ни козлов Ни бизнеса Ни надежды Показывают длинные кадры Что-то говорят Что бы тянуть время до припева И все ради красивой картинки Под красивую музыку О боже Вот бы Вот бы эти мобы не спавнились Да, Моди? Чего? Я говорю О боже Не, не, не После этого Не, я говорю Вот бы они не спавнились Хм Я сейчас Угу Я же только пришел Ну ты куда будешь Давай посидим там Эх На бобы Они просто хотели любить друг друга Просто хотели делать любовь Действительно Есть система восстановления популяции животных Узнал про это Я, правда, не могу в другой обстановке Это не важно Зато так интереснее И работает она довольно знакомо И просто Каждые 20 секунд Игра проверяет количество загруженных чанков И количество пассивных мобов в них После этого Она берет вот эту формулу Поставляет в нее количество чанков И вычисляет значение Моб кап Если в мире Мобов меньше, чем это значение То игра пытается их заспаунить Если же больше То Ничего не происходит Ну, надо вырезать всех мобов Это все, конечно, хорошо Но пора было Приступать к действиям Время вырезать всех мобов Ой-ой-ой-ой Отряд Опасных ребят И первой целью наших опытов Стало воскрешение Рыбных коров Так как вокруг был только океан В котором не могут вспомниться животные То это было лучшее место Для проверки нашей теории Оставалось лишь дождаться ночи И отправить всех лишних животных И афотайтерков В ад Ооо Буквально в ад Чтоб они не учитывались Да Да, я уже у него Да-да Душинка пошел В воду Я нашел знак Проконсервирую его Лошадей со спаунг тоже увозим Это гениально Я иду прям Табон обед Прямая, прямая, прямая там Курочка Это гениально А ты коней сжигаешь? Блядь, с одной стороны утоплены Ты с другой стороны зомби Да, я тут нормально Ё-моё Адская тусилова Это они пока бесхозные Пока никто не успел взять А теперь мы вообще без коней Вы коней убили? Кипец, Славус Не ожидал у тебя такого Моих потом тоже будем скрешать Да И несмотря на тоней Все вероставления Были завершены На улице было полпятого утра Нас было трое И мы остались вокруг острова В океане Чтобы грузить как можно больше Разных чанков И животных Впервые Было меньше, чем значение Мобкэпа И если наша теория и работала То сейчас был Лучший момент Ииии Да ладно, что на тоне это? Все получилось А, да вот Иииииии Иusa Опять то же самое с казлами Да, мы буквально восстановили Целую популяцию животных Дримпейс, нами дронил себя Кстати Вы можете поставить лайк И подписаться А то уже седьмая минута А я забыл Так вот Поняв, что наша теория работает Я сразу же побежал Повторять это с казлами Но Была небольшая проблема Большая Дело в том Что в отличии от древнего острова Вокруг моего холма Была куча других биомов И в каждом из них Мэйкраф пытался спавнить животных за место козлов на холме. И либо делал в приоритете по высоте, либо в шансах спавна козлов. Козлов можно разводить? Я, кстати, этого никогда не задумывался. Но тем не менее, ни в этот день, ни через 2-3 козлами так и не пахло. Вокруг постоянно спавнились не те мобы, я проходил их искать и вырезать. А Орлабусу, Кэпу и другим, проходил себя фокашить в океане. И просто ждать меня. Скажем мягко, этот способ был неэффективным. Можем было другой. Кто-то может написать. Так просто заберись повыше, чтобы в радиусе был только твой холм. И да, я проверил это в самую первую очередь. Мэйкрафту плевать. Он буквально меня троллил, спавнил мобов там, где их по моей логике быть не могло. И тогда я решил более плотно разобраться в вопросе. И проведя ряд тестов, я узнал несколько интересных актов. Во-первых, в отличие от монстров, для расчета спауна животных, Мэйкрафт использует не сферу, а цилиндр. Эм, окей. А во-вторых, если в случае с монстрами вокруг игроков происходит спаун в радиусе 128 блоков, то в случае с животными, это число равняется 144 блокам. Почему именно так? Спросите, что попроще. В общем, вооружившись этой информацией, я понял, что Мэйкрафт нам просто так козлов не даст. Нужно потрудиться. А всего-то нужно сделать так, чтобы ворот холма не то заспавниться не мог из животных. Так что мной... То есть, она закрась полублоками или что-то тут зло. ...была подкринята беспрецедентная операция по вырубке всего леса вокруг и по оборвотке всей этой территории 65 тысячами полублоков. И назвать эту операцию... Я так и знаю, полублоки реально. ...перешел полублок. Да, с фантазией мне плохо. У нас проблема. Небольшая. Кто бы что ни думал, за этот план я взялся основательно. И следующие три дня я только делал, что рыбил дерево и ставил полублоки. Ставил много полублоков. Отдельно спасибо душинке, которая также привозила к нам кучу ковров, которые были неплохой заменой полублокам, когда тех не хватало. Благодаря его помощи и помощи других игроков, мы довольно быстро справились с данной задачей. Хотя, иногда это было сложно. Десконтрольный огонь на территории, аккуратно, разойдитесь. Как бы то ни было, с полублоками было завершено, и я проступил к подготовке площадки, повторяющей форму нужного нам биома. И спустя почти целую неделю, при возвращении моей территории в ад, мы были готовы к призыву козлов. Ура! Козлы вперед! Капец! Капец! И тут должна быть еще одна громкая фраза для Папаса. Ладно, извиняюсь, не смог удержаться. В реальных же действиях все было туда скучнее. Опа, вспомнили. Опа! О, нормально! Козлы! Да! Это сработало! Получилось? Да! Да! О! Ура! Это победа, победа! Не убивать! Да, никакой личный мусор никогда не передаст тех эмоций, которые я испытал, когда козлы спустя две недели, наконец, появились. Моди, только прошу, не ходи ко всем потом и не дуди в этот рук. А для чего я это делал? А для чего он это делал? И это реально были искренние эмоции. Хотя козлы просто появился моб. И что? Тут важна скорее не цель, а путь, которому мы ее достигли. Хотя цель тоже важна, ведь наконец мы приступаем к фазе 3. Реализация? Какой длинный план? Ну, интересный. Да, наконец-то у нас были козлы, но теперь нам нужно было правильно их реализовать. Поэтому с этого же дня я приступил к проектированию лаборатории по производству врагов. Изначально я планировал сделать ее секретной, где-то далеко. А потом подумал, зачем? Мы же серые друзей. Из Сербии. Шучу. Без Сербии. Так вот, вы, наверное, спросите, зачем тебе такое большое помещение под козлов? Все просто, я планирую там строить вот эти махины. Да, по-любому, жизнь фермы эффективнее и проще, но зато это своя. А значит, я могу прям неделегко объяснить, как она работает. И да, вопрос, зачем я снимаю себя в таких местах. Короче, все легко. Тут сидят козлы, мы их размножаем, дети вылетают в боковые трубы и попадают вот сюда. Тут они вырастают, начинают бодать армостенд, падают рога, они подбираются, а когда рогов никого не остается, я нажимаю рычаг и они возвращаются в ячейку для размножения, чтобы давать будущее потомство. Не жизнь, а сказка? Класс. Ну и таких махин я решил сделать четыре. Хотя, по опыту хватило бы и одной. Ну, кто знал. И если с производством все было понятно, то осталось вопрос, как эти рога правильно сбывать. Ха-ха-ха-ха-ха. И получая с тебя случайно рог. Тем самым, пытаясь собрать все виды рогов, человек ненароком выбьет еще пару десятков лишних ему рогов. По полной цене. Жестко. Шикарно. Выгодно. Красавчик, это правильно. Теперь это нужно было построить. И тут меня ему это подфартило. Дело в том, что мы с Пугодом и Жирафом как раз организовали свою организацию. Надзиратели. Это типа как иллюминаты, только не совсем. Мы любим число 3. И это, в принципе, все, что пока вам нужно знать. Так вот, мы решили открыть в общем магазин. Как мы его назвали? Три урла. Да, как видите, у нас у всех все хорошо с фантазией. И, в общем, прямо в этом магазине я сделал свой автомат по продаже рогов. Дайк на него можно найти, например, вот тут. Вот по этой ссылочке. Ну и пока мы ждали первых покупателей, я решил, заодно не могу почистить свою территорию. А чтобы не чистить все самому, я заодно позвал ребят на сплив. Получается, ивент провел, и мы еще и отправились на территорию. Так пусть и да. Кстати, пока происходила вся эта эпопея, я и могла занялся своим домом. У меня появился интерьер, появился вьенопудр, появился самогу. Так. Это не важно, это не важно. Ведь всем интересно, что там в строкаме в магазине. А там, скажем так, был аншлаг. Идея оказалась настолько успешной, что буквально за первый час я заработал более 6 стаков алмазов. Нормально. Да, у нас алмазы были дома. Были. Я еще стак возьму, ладно, из-за этого рога на спавне продаются. Я уже 6 разных выбил. Знаешь, что самое обидное? Вставьте. Я за каждые 16 алмазов отдал. Да не стреляйте. В общем, мой магазин явно пришлось в душе. За следующие 2 недели у него полывал почти весь сервер. А учитывая, что одна попытка стоила 16 алмазов, то и мой кошелек тоже прилично пополнился. Все, богат, успешен. В общем же, в итоге за месяц я заработал более 20 стаков алмазов. Да, уже оказался барьер, козлы доступны 7, да и рада уже у всех есть. Но я считаю, что этот бизнес попал в нужное время, в нужное место. И свое он уже принес. Какую из этой истории может вывести мораль? Идти до конца... Да какая мораль, чуваки, это видос по Майнкрафт. А ты просто Майнкрафт приходишь. Я уже у него с вами прощаюсь. Не болейте. Хороший ролик, интересная идея, интересно, как они к нему пришли. Классно, классно. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на канал. Мой чат обязательно. Также подписывайтесь на мой канал, мне было очень приятно. Всем удачки, всем пока-пока. Пау.